слава иисусу христу слава нашему спасителю господу так братья и сестры всех приветствую я по новому начал трансляцию потому что начавшиеся пять минут назад почему-то вот она как-то остановилась и не включалась больше там вот теперь это работает вот вижу слава богу хорошо слава богу дорогие друзья приветствую всех приветствую кто подключился сейчас и кто подключается приветствую во имя господне да дорогие друзья сегодня 15 ноября вечер и сегодня снова я как обещал включил трансляцию на канале youtube а вот и я пять минут назад пять минут назад включил трансляцию но она почему-то вот зависла и как бы не включалась дальше но вот начал по новой спустя пять минут уже сеть уже 7 минут уже эфира должно было быть но только первая минута вот и друзья сегодняшний эфир прямой посвящен вновь теме реформации в предыдущих вот в понедельник допустим 13 числа вместе с нашим благочином я был здесь он был у меня в гостях значит вы видели кто был значит подключался к эфиру или в записи потом смотрели отец алексей был у меня здесь и наш благочинный священник который здесь в киеве проводят регулярно служение брат николай приветствую тоже приветствую вас слава богу рад видеть среди подключившихся и вас тоже вот и знаете насчет говорили мы реформации и о патриархе кирилле лукарисе патриарх кириллу карис тот самый кто вот кого мы называем я лично называю его пионером первопроходцем реформации православной церкви и вот друзья да к сожалению плохое соединение пишется здесь сейчас но надеюсь не будет никакого сбоя и все продолжится но по крайней камеры пишет есть даже если с трансляции что-то и сорвется сейчас топ был благоставляя конечно трансляцию да то запись будет все равно делаться поэтому можно будет потом выставить на youtube на канал на этот и посмотреть всем так вчера читал я вероучительные статьи до в личных сообщениях на ю тубе нет я не умею еще здесь смотреть честно говоря личные сообщения на ю тубе вот значит как это смотреть я не очень понимаю честно говоря значит надо будет кого-то спросить потому что я технически здесь не очень грамотен у меня здесь сообщение только те которые вот как сказать которые допустим под видео кто-то пишет комментарии там или доброжелательные недоброжелательные разные из комментарий вот а вот они мне высвечиваются вот поэтому если писать то лучше на фейсбуке пишите вот или же значит вот да попробую да вот значит или же значит на e-mail проще даже на e-mail значит потому что имелы меня все время одессу настроено все я его проверяю регулярно вот так что так и значит и сегодня продолжаю тему реформации и сегодня вновь вспоминаю добрым словом патриарха кирилла лукариса для тех кто может вот из тех кто подключился или смотрит сейчас о патриархе кирилле пару слов скажу во первых это великий муж божий однозначно человек ну как вот знаете ли первопроходец пионер герой на самом деле герой веры он ну его года жизни родился он в 1572 умер до сестра галина тоже мир вам божий вот умер он за христа мученически ушел из жизни в 1638 году так вот за 7 лет до смерти своей до мученической гибели в 1631 году патриарх кирилл издал восточное исповедание христианской веры который вчера я зачитывал те кому интересно кто допустим вчера не был или же да и нет и не смотрел записи то посмотрите они здесь недалеко вот как бы эти видео сохраняются всем и как бы вот в ближайших видео но есть эта трансляция сегодня даже вот еще записал небольшую трансляцию утром совершая хлебопреломление причастие такое вот назвал это видео трансляцию насчет кровью иисуса христа я спасен истарен освобожден благоставлен слава богу там вот телефон написать свой можно ну да а вообще мой телефон насчет он у меня здесь сейчас в студии будем наговорить значит телефон на котором можете тоже писать сообщение значит и также на него можно ложить деньги с территории украины можете финансово участвовать в моем служении вот слава богу за киевстар они здесь более так продвинуты вот и можно эту карточку использовать видите киевстаровскую и как так своеобразно банковскую карточку будем говорить можно ложить на нее деньги значит и эти деньги потом получать значит через новую пошту такая услуга есть вот значит и поэтому номер этого запишите который из территории украины вы можете использовать как именно возможность благоставлять мое служение господу и быть но сейчас есть слова такой партнеры но как бы она не но нормально слово просто как-то не очень может к нему я привык мне больше нравится братство вот именно братское христианское нашего действительно общение и взаимовыручка и их мы действительно одно тело вместе вот и номер киевстаровский запишите мой номер который сейчас у меня здесь студии и который можно использовать я повторяю для вот именно так вот того чтобы финансово участвовать кстати сегодня уже кто-то поучаствовал уже сегодня было сообщение утром а 50 гривнах значит и сейчас вот не недавно совсем получил еще 100 гривен еще кто-то благословил уже насчет положил на этот телефон вот даже здесь не пишется наверное кто вложит да нет наверно нет просто написано дякуем еще вы с нами ваша рахунок пополнено на 100 гривен о 16 16 16 32 а ну недавно совсем до 16 32 вот значит и номер телефона так сказать даже лучше когда не знаешь имен даже лучше потому что и тем кто жертвует и тем и и кому жертвует потому что есть повод не лишний раз он за всех молиться благословляться вот значит а господь знает жертвователей значит это номер киевстаровский 096 код до 096 еще раз 96 2 66 75 вот и на этот номер тоже присылают сообщение на этот номер тоже присылают сообщение на этот номер вот николай ежов егоров записал вот хорошо насчет дело в том что пишут сообщение там и с просьбами там молиться партнеры у мантияна ваше мнение о нем нем партнеры вообще не только там у пастора владимир там мантияна и вообще допустим я тоже как бы в партнерах допустим у кого-то глори и калют копленды допустим да известные служители кстати сегодня так и тоже смотрел немного утром как раз выступление одно из выступлений как раз каняты копленда вот еще то также рик рейнер я тоже являюсь партнером его служения вот потом сейчас скажу ну с десяток примерно ну порядка десяти разных служений таких очень известных которых я являюсь партнером просто само слово но может просто мы пока не привыкли к нему наверное хотя в принципе на хорошее слово вода счет мнение о нем о ком на счет но вообще я все благословляю всех люблю вот значит и у всех свои странности у всех свои странные учения не бывает у меня с у меня свои странные учения допустим многим странно видится что я допустим вот с крестом по ноге в рясе мне многие пишут допустим протестанты почему вы не снимете рясу допустим общаетесь еще шевченко александром ну конечно я со своей стороны стараюсь со всеми общаться вообще даже с теми кто между собой там мало общается или не общается даже я стараюсь со всеми Со своей стороны я стараюсь, чтобы в мире быть со всеми. И дело дело Божье. Александр Шевченко является ныне пастором церкви, Дом Хлеба. И я с ним уже давно дружу, порядка двадцати лет уже. Ну да, получается, 20 лет мы уже с ним дружим. И он был здесь у нас в Киеве неоднократно. Программа «Угол» 20 лет назад как раз была записана. Вот, значит, и есть программы, вот более уже новые программы, значит, с ним, которые уже записывали там уже, за океаном у него уже, в Сакраменто, в Калифорнии. Вот, по поводу апостолов, брат Андрей спрашивает, тринадцатый. Вообще апостолов множество, апостолов, знаете, тысячи и тысячи апостолов. И у Иисуса было множество апостолов, значит, не только двенадцать. Еще, вы забываете о семидесяти, еще учениках тоже, которых апостолами мы называем тоже. И Бог призвал к апостольскому служению. Вот, в православной традиции, допустим, даже и женщин мы называем апостолами. Равноапостольная, допустим, Феокла, равноапостольная Нина, равноапостольная там еще, ну, много, понимаете ли, даже женщин, значит, именуем апостолами. Вот, потому что апостол это посланный, да. И, значит, и вот и ваш покорный слуга тоже несет апостольское служение, потому что в православной традиции мы считаем, что, я вообще за православие в целом говорю, что епископское служение это, в общем-то, апостольское служение. Продолжение дела апостолов. Вот, брат Николай пишет, что его любимая программа это когда вы говорите про седьмую ноту. Ха-ха, ну да, интересно. Я вообще не музыкант, знаете ли, но очень люблю музыкантов, иногда в школах библейских рассказываю об этом, но чаще в таких музыкальных уже христианских школах рассказываю на самом деле про седьмую ноту. Потому что вот до Петра на Руси пели на шесть нот. Знаете, наверное, да, слышали? Ну, кроме Николая еще, кто подключился, слышали, наверное. Вот, на шесть нот, да, пение было интересное, значит. Не, мне нравится, в принципе, старое пение. Вот, мама в хоре пела, да, слава Богу. Я тоже люблю петь, хотя не музыкант, не певец, но очень люблю петь. И, знаете, вот по поводу реформации как раз можно вспомнить Мартина Лютера, немецкого реформатора, который говорил, что для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий христианин. Воспевающий Господа христианин. Вот, и действительно, на самом деле, это так. Вот, наши братья, Павел и Сила, когда были избиты, унижены, скраблены, опозорены, брошены в темницу, знаете ли, среди ночи, слава Богу за братьев наших, да, они не унывали. Они воспевали Господа, они пели, хвалили Бога. И, знаете ли, в этом было огромное силище просто, на просто великое силище. Земля потряслась. Бог сделал такое, как бы, сверхъестественное землетрясение сделал. Потому что это было не просто физическое, обычное такое, естественное землетрясение. Потому что это было действительно сверхъестественное потрясение земли. Вот, не природное, а надприродное, как бы, сверхъестественное. Вот, и у них у всех оковы, узы ослабели, написано. То есть, вот о чем я рассказываю, что в Писании говорится об этом. Вот, и когда мы воспеваем Господа, особенно даже среди мучений, скорбей, среди испытаний различных, то великая благодать нисходит. И земля может потрястись, действительно, но узы точно слабеют. Даже если не физически, то какие-то душевные, духовные узы точно у всех слабеют. Значит, спадают эти оковы и в жизни тех, кто поет Господу, и в жизни тех, в судьбах тех, кто слушает, прислушивается, по крайней мере, к тем, кто поет Господу. Вот, это очень важно. Вот, и воскресенье на служении, допустим, здесь в Киеве у нас. Вот, одна сестра, допустим, вот, я привозил гитару, значит, она на гитаре играла и пела псалмы. Кто видел, допустим, записи, кто не видел, посмотрите. Интересно очень. Вот, я очень рад тому, что люди и на струнах, и вот на разных музыкальных инструментах, на струнах, духовых, различных музыкальных инструментах тоже славят Господа. Но, как по-моему, самое лучшее, знаете ли, пение, это просто пение, вот, самое лучшее прославление, это просто пение. Вот, поэтому, честно говоря, вот, я с удовольствием, огромным удовольствием бываю и у католиков на служениях, значит, там, где у них там и органчик, там, и под гитару тоже служение бывает, у них мессы. Вот, и у протестантов, очень разные протестантские конфессии, церкви различные, используя тоже музыкальное сопровождение. Но, знаете, вот, честно говоря, вот, лучшего, ну, как по мне, опять-таки, каждый кулик, как говорится, своего блата хвалит, значит. Вот, значит, как по мне, так, православное служение самое красивое. Вот, я видел в христианстве за вот эти годы своего служения, я уже 30 лет в полном служении Господу, как православный церковный священнослужитель, значит, и за эти 30 лет видел очень разные служения, очень разные. Правда, первые годы я изучал и был исключительно в православной традиции, хотя тоже изучал и древнеправославные традиции, допустим, певческие различные направления, знаменный распев, иргийский распев, демерственный распев, вот, слышал очень старых, опытных, как у них, ну, регентов по-нашему. Вот, и, знаете, интересно, с 96-го года, вот уже больше 20 лет, общаюсь с разными христианскими, различными христианскими конфессиями, динаминациями, и, в общем-то, проповедовал, ну, в десятках очень разных направлений христианства, если даже не сотнях, можно так выразиться, потому что очень много разных течений в христианстве, вот, от таких протестантских старобрядческих, таких староверских протестантских, допустим, общин, допустим, у амишей, допустим, да, у минонитов, значит, нерегистрированные баптисты, там, допустим, некоторые течения субботников, то есть, очень-очень разные, допустим, церкви, вот, до ультра-харизматических и ультра-свободных таких, мега-свободных церквей таких. Знаете ли, вот, но, познакомившись с очень разнообразными формами служения, я, честно говоря, вот, ничего красивее, вот, простого православного служения, литургии нашей православной не нашел в христианстве. Папа-фанат Годенова, Годенова, считаю, это перебор вашего мнения, не знаю, что такое Годенова. Вот, значит, и, значит, я вообще не музыкант. Если чисто для души, то моя любимая музыка, это кантри-музыка. Простая сельско-деревенская музыка, вот, которая, ну, она не напрягает совершенно, вот, ее можно, я ее могу слушать постоянно и, как бы, и не устаю. Вот, мне, наоборот, нравится очень. Вот, а вот именно церковное, вот именно такое поклонение, прославление, для меня самое красивое, это хоровое пение, даже без всякого музыкального сопровождения. Хотя музыка порой очень уместна и очень прекрасна, на самом деле. Даже в литургии, кстати. Я бывал, бывал в харизматических православных церквях, проповедовал, тоже бывал в гостях в США, значит, во Флориде харизматик Ортодофс Черч, значит, и патриархом этой церкви является Симеон Иоанн I, он же, значит, Марк Керси, епископ Марк Керси. Вот, у них я бывал, значит, в Сан-Августине и, ну, во Флориде в целом, вот, и, значит, в Агайо, в некоторых других штатах. Вот, и, значит, и, да, православные харизматические церкви, это православные американцы, в основном, греческого происхождения, там используется порой и музыка у них, значит, там, как такое лёгкое сопровождение, но, в общем-то, да, Кантель мне тоже нравится, В. Гаденова, Животворящий Крест, посмотрите в Яндексе, поругались летом. Нет, ну, ругаться-то зачем-то. Животворящий Крест, ну, можно посмотреть, будет интересно. Вообще, музыки огромное количество и очень пёстрый такой выбор сегодня. Вот, а православление, славословие Господу, да, вот, такое православное песнопение, вот. Вообще, православная литургия, знаете ли, вот, честно скажу, даже без всякого, ну, знаете ли, превозношения над другими конфессиями христианскими, вот, я ни в коем разе не хочу, там, никого не обидеть, не уничижить, значит, ни в коем разе, абсолютно нет. И, тем более, не хочу огорчить Духа Святого, на самом деле, вот, значит, который действительно во всех нас и через нас действует. Вот, и в разных музыкальных стилях он проявляет себя действительно по-разному, в разных душах, в разных судьбах, в разных харизмах себя по-разному проявляет, в разных собраниях, но, вот, честно говоря, вот, действительно, православная литургия, вот, на мой взгляд, и по моей душе, жемчужина действительно в руках Господа, удивительная просто жемчужина, вот. Я думаю, что литургия православная, за ней будущее, за ней будущее церковное, это не литургия прошлого, это литургия будущего, вот. И, просто, знаете ли, на сегодняшний день она очень, эта жемчужина, ну, будем так говорить, в грязи, в навозе, значит, всякого рода религиозного оккультизма, мрагобесия, идолопоклонства, многобожию и прочее. Но, когда начинаешь ее очищать от этого грязи, от этого навоза, допустим, да, вот, можно сравнить так вот, то видишь, что жемчуг, он не испортился, он все равно есть жемчуг, она драгоценная жемчужина. Сама сердцевина литургии, само вот именно, само послание литургии, оно прекрасно. Значит, так, и брат пишет, что он не ругался, но он обиделся, что я не поцеловал ноги Иисуса. Так, не знаю даже в каком смысле, может, распятие в смысле Иисуса Христа, да? А как относиться к Меню? Разобраться и другим помочь. А, ну, это хороший мотив, когда человек хочет разобраться и другим помочь. Александра Меня я тоже часто добрым словом вспоминаю. Сегодня продолжаю и хотел как раз тоже продолжать говорить о патриархе Кирилле Лукарисе. Но, значит, также добрым словом вспоминаю и Александра Меня. Из 20-го столетия, в 20-м веке, в русскоязычном православном мире, это, наверное, такие самые яркие светильники. Это отец Александр Мень, протеерей и мученик, кстати, за Христа, его жизнь мученически оборвалась в 90-м году, в сентябре месяце. Вот, также можно добрым словом вспоминать, я часто это делаю, и Александра Боярского из отцов уже начала 20-го столетия. Александр Меня – это из отцов уже конца 20-го столетия, а из начала 20-го столетия – это Александр Боярский, дедушка нашего знаменитого Михаила Боярского, артиста театра и кино. Мало кто знает, что дедушка Михаила Боярского, Александр Боярский был героем веры, был реформатором и мучеником тоже, кстати, за Христа. Он был без всякого суда о следствии расстрелян, убит по указке Сталина в 1937 году в тюрьме. Ну, так вот одна из версий гласит, по крайней мере. Официально он был выслан без права переписки, но до самой смерти Сталина родственники считали, что он просто куда-то выслан, допустим. Писали ему, но ответа никакого не могло быть. А после смерти Сталина уже Боярским сообщили семье, что никуда его не вывозили, оказывается, не пересылали. Его тогда же в 1937 году, представьте, с 1937 года и до смерти Сталина семья не знала, где он, что он. Вот, оказывается, его никуда не высылали, его тогда же и убили, расстреляли, значит, вот. Есть другие еще версии его смерти, но, по крайней мере, его замучили чехисты в Иваново. По другой версии в городе Суздале, в пересыленной тюрьме, то есть даже неизвестно точно, где именно было. Есть разные версии, значит, и потому что архивы КГБ до сих пор еще многие не открыты. Вот, в начале 90-х немного приоткрыли, как бы, а теперь снова, как бы, к сожалению, вот, запечатаны они. Хотя, вот в Украине, слава богу, в Украине ситуация обратная, прямо противоположная российской. И здесь, вот именно, вот эта свобода, значит, и многие эти архивы, так далее, они публикуются. Вот, и исследователям дается полная возможность, абсолютная возможность именно работать в этих архивах, заниматься, вот, для себя, значит, ну, для материалов, для газет, для книг, брать материалы. Вот так вот. И, также вспоминаю, добрым словом, и Александра Веденского, из отцов, вот, начала 20-го столетия. Также вспоминаю и Антонина Грановского, Александр Веденский, Антонин Грановский и Александр Боярский. И, также, еще, еще некоторые другие отцы тогдашние, это первопроходцы православной реформации, вот, начала 20-го столетия. Отцы обновленческого движения. Петр Блинов, митрополит Петр Блинов, это вообще был апостол всей Ассибири, действительно, митрополит всей Ассибири. Человек, легендарный просто, легендарный человек, но он, также, и многие, как и многие другие братья, был уничтожен. Есть улица Веденского, нет, это, это не о нем совершенно, ну, вообще, Веденский, Ведение, это один из церковных православных праздников, традиционных. В нашем календаре этого праздника уже нет, в реформаторском православном календаре, а вот в традиционном православном календаре этот праздник есть по-прежнему. Но это, к сожалению, это праздник такое сплошное суеверие, мракобесие, в общем-то, вот, но об этом есть мои семинары. Отдельно по истории христианства я об этом рассказываю. По поводу имени Александра, да, вот его главная книга «Жизни», это «Сын человеческий», эта книга и мне очень помогла, и многим очень христианам разных конфессий помогала, и помогает до сих пор порой, особенно вот тогда, вот в перестроечные годы, знаете ли, и вот первый, ну, конец 80-х, начало 90-х, особенно в конце 80-х, когда «Сын человеческий» стал публиковаться, эта книга стала публиковаться, то действительно тысячи людей, они начинали обретать веру в Господа Иисуса Христа через эту книгу. Эта книга толкала людей дальше к Библии, к Иисусу Христу, как к Спасителю своему, Господу своему. Я встречал в Америке очень много евреев, и русских, и украинцев, белорусов, которые в конце 80-х именно через Александра Меня, через книгу «Сын человеческий» обрели именно вот это богопознание, начатки богопознания были у них, и они обрели путь именно к Иисусу, и открыли для себя Библию впоследствии. Также в Израиле, и здесь тоже я встречаю порой людей до сих пор, которые признаются мне, что вот да, пастыри, протестантские пастыри, епископы, там, я многих, многих знаю, служителей и в России, и в Украине, особенно в России, допустим, я знаю, епископов протестантских церквей, баптисты, харизматы, адвентисты, пейсиатнические союзы, вот, я знаю, что многие из них обрели веру и вот, ну, и направление свое, именно, действительно, к Богу, именно через книгу отца Александра Меня, то есть это был действительно великий муж Божий, хотя у него, понятное дело, и свои особенности, будем так говорить мягко, а так вот, проще говоря, ереси и заблуждения, то есть он, хотя он собирался бы выходить, как вот и говорят его друзья, товарищи, знавшие его близко хорошо, вот, что он собирался уходить, вот, значит, но, из традиционного православия, но он так и остался традиционным православным священником, вот, и, хотя, если бы он еще немного прожил бы, наверное, вот именно дожил бы до падения союза, то Глеб Якунин прямо говорил, что если бы он еще год прожил бы, вот именно, когда союз рухнул, он бы один из первых, или первым бы вышел бы из традиционного православия, просто тогда невозможно было создать альтернативное православие в Советском Союзе, вот, значит, только в начале 90-х появилась подобная свобода действия, 89-90, ну, особенно 91-е и дальше, вот, и интересно, что Мень Александру, он, конечно, да, у него были свои, тоже, такие вот, особенности свои заблуждения, чисто такие традиционные православные заблуждения, молитва за умерших, молитва умершим святым, как якобы посредникам к Богу, он в это вкладывал свою душу, насколько я знаю, он сам признавался в интервью, есть об этом материалы в его ответах, и где он признается, что, допустим, вот эпизод такой рассказывает, чисто такой, иллюстрирующий его оккультную проблему, такую зависимость того времени, он говорил, что когда потерял свою маму, мама его умерла, а он был очень сильно привязан к матери, то вы знаете, значит, и, к сожалению, заменя церковь в Москве, ну, трудно сказать даже, и да, и нет, вот, сейчас, здесь, в Украине, проще действовать, намного свободней, и если есть собрания, есть, безусловно, есть, но они такие нелегальные, такие, значит, потому что открыто сейчас это, находясь в русской православной церкви, непосредственно клирикам, допустим, это даже небезопасно, подобные, даже симпатии высказывать к Александру Меню, вот, это здесь свобода, пожалуйста, верь, как хочешь, вот, там уже нет такой, к сожалению, свободы, молимся, конечно, молимся, чтобы вот 18-й год, вот, значит, был действительно годом перемен, чтобы и новый президент был, и чтобы новые были люди у власти, чтобы действительно пришли перемены, и вернулась свобода совести, и свобода, ну, все другие свободы, так, Сергей Морозов, как закончите, есть, что рассказать про серию роликов «Лабиринты истины», просто ваше мнение, если видели, их там под 40 штук, нет, не видел такие «Лабиринты истины», не видел, вот, за кого голосовать-то, ну, это не предвыборная агитация, знаете ли, честно говоря, вот, и как по мне, лишь один был достойный человек, вот, за которого я бы голосовал в России, но его уже нет, его уже убили, вот, это Борис Немцов, вот, это был действительно человек Божий, человек от Бога, президент от Бога, я его при жизни называл, это вот настоящий президент, не тот, который по телевизору, а тот, который в реальной жизни, по-настоящему от Бога, помазанный Богом, благоставленный Богом, но его расстреляли прямо возле стен Кремля, прямо в центре Москвы, вот, и, ну, знаете ли, хотя, можно сказать так, президента Бориса Немцова его расстреляли, от Бога президента, знаете ли, сегодня, конечно, с Немцовым, ну, некого даже сравнить, да, человек действительно уникальный, знаете ли, раз в сто лет в истории таких огромных народов, как и российский народ, такое посещение свыше происходит, а может даже не раз в сто лет, может даже раз в несколько столетий, вот. Ну, вот так вот. Главное, чтобы, сейчас даже не так важно, кто придет, главное, чтобы партия воров и жуликов ушла, знаете ли, со сцены и под суд пошли те, кто разворовал страну сегодня, вот, значит, и это очень важно. А Немцова жалко, конечно, я, добрым словом, часто вспоминаю его, вот, и благодарю Бога за то, что Россия, знаете ли, сподобилась, вот, от Бога такого благоставения, знаете ли, что Бог, значит, любит Россию очень сильно, что, вот, действительно, дарит такие светлые души стране, вот, это очень важно, вот. Вот, ну, возможно, вот в 21-м столетии этом начавшемся Господь еще посетит Россию и благоставит лидерам вот такого уровня, такого сердца, такого разума, такой души широкой. Ну, а Борису Немцову вечная память. Вот. Вот, я думаю, что после выборов 18-го года, когда власть сменится, в каждой, в каждом областном центре будет улица Бориса Немцова, в каждом городе будет какой-то апеллиск, доска, площадь какая-то, названная его именем, потому что это, действительно, это, Борис Немцов, это не просто человек был, политик, это было знамение времени, знамение перемен в нашем обществе. Я об этом очень переживаю, как патриот России, я очень переживаю об этом. Вот, и молюсь, конечно. Вот, я россиянин сам, я гражданин России, хотя являюсь украинским епископом, для меня особенно, вот, поэтому, знаете ли, для меня Украина стала моей второй родиной, я и как патриот и Украины, и других стран патриот, вот, я за любую страну стою горой, как патриот, вот, патриот Израиля и прочее, но, конечно, а из чего мой патриотизм исходит, украинский или российский, или белорусский, или израильский, или американский, или французский, или итальянский, любой другой патриотизм мой исходит, из чего? От того, что я патриот небесного моего царства, потому что Господь, Он действительно хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Аминь. Слава Богу! Так вот, дорогие друзья, значит, вспоминать добрым словом, конечно, Александр Мене, я сказал, что, конечно, проблемы были определенные, но молюсь о том, чтобы сегодня продолжилось то, что он делал в православной церкви. И, собственно, свое служение я расцениваю, себя я вижу как одного из последователей Александра Мене, его учеников, потому что его книги мне очень сильно помогли, его работы мне очень сильно помогли, особенно в 96-м году, очень сильно помогли мне сделать правильный выбор, а именно выйти из рамок сектанства, традиционализма, знаете ли, вот этого мракобесия, выйти в свет Божий. Брат Анатолий пишет, значит, приветствую вас, брат Сергей, у меня вопрос, для чего православные носят нательные крестики? В духовном мире это же ничего не дает. Ну, как сказать, не совсем согласен с последней постановкой вот такой вопроса. В духовном мире ничего не дает, не согласен. Значит, зависит от человека, от его веры. Дело в том, что если человек, он верит, что крест его спасает, оберегает, в этом огромная сила. Вот, и я много раз убеждался, что люди, которые вот носят крестики именно вот с верой в то, что это их спасет, защитит, они находятся под огромным, в духовном мире под огромным влиянием, огромной силой. Но силой явно не Божьей, конечно же, безусловно. Силой оккультной, силой бесовской. Вот, значит, и мои семинары можете просмотреть более внимательно, я это рассказываю, значит, именно о свободе от религиозного оккультизма. Я об этом рассказываю. Значит, да, и по поводу Якоба Беме не могу ничего сказать. Знаете ли, я не из философов и, значит, и не теологов такие, будем так говорить. Вот, а по поводу, значит, я держусь больше правил отцов. Да, хорошо. Значит, да расскажу по поводу, значит, духовной силы нательного крестика. Да, если человек носит нательный крестик, допустим, я фактически, ну, не ношу, редко очень ношу. Я больше ношу, у меня есть звезда, звезда Давида, Магин Давид. Я ношу ее часто, вот, значит, иногда крестик, иногда и то, и другое. Но это для меня больше как украшение, как бы, значит, да, знаки моей веры, допустим. Вот это мой знак моего служения. Панагия, епископская панагия, вот, и крест. Вот, вот такие вот мои знаки моего служения епископского. Вот, значит, но я предостерегаю православных христиан, ну, и вообще всех верующих, независимо от конфессии, потому что враг, он ходит как рыкающий лев, вещакого поглотить, и не только православных нас, но и протестантов, и катоников, неважно. Дьявол ненавидит всех, и он со всеми воюет, не только с православными. Так вот, значит, и поэтому я предостерегаю всех верующих, не только православных, от того ношения крестика, как бы, с целью оберега, защиты, как талисмана, потому что если человек, он будет верить именно таким образом, то это фетишизм, это идолопоклонство, проще говоря, это мракобесие, это идолопоклонство. Потому что Библия Божье Слово говорит нам, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Вот, и, кстати, многие очень крестоносцы, будем так говорить, современные, те, кто носит крестики нательные, допустим, да, вот, я спрашиваю многих православных христиан, что, вот, вы носите крестик, и как вы думаете, он, ну, как, помогает вам? Как вы, в общем-то, ну, как сказать, зависимы от этого или нет? Мне говорят многие, нет, мы независимы, это просто, как бы, сувенир или украшение, или там, или знак моей веры. А я говорю, а вот попробуйте, давайте протестируем вас. Возьмите, допустим, и снимите, допустим, крестик. Кстати, не лишний раз это сделать, наверное, каждому верующему. Снять крестик и хотя бы, там, день, два, три не одевать его. Знаете ли, а зачем? Чтобы потом посмотреть, значит, проверить вообще, есть ли зависимость, собственно, или нет этой зависимости. Вот, и многие признавались мне, что у них, вот, действительно, появилась, ну, была зависимость, оказывается, которую они не знали. Зависимость в том, что они, действительно, значит, полагали где-то надежду на этот крест. Потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Это самовнушение. Да, согласен, это самовнушение, но еще хуже даже. Если бы только самовнушение, то было бы это не совсем бы и страшно. Ну, мало ли, себе там что-то накрутил себе в уме, там, дурень думкой богатеет, как в России говорят. Ну, как бы, ну, и сам себе, знаете ли, как бы, самовнушители мне, ну, порой выглядят для меня, как бы, очень такими смешными людьми, такими странными. Ну, как бы, ну, это просто, как вот, чудачество для меня. Ну, хорошо. Но, к сожалению, здесь не только самовнушение. Потому что бесовский мир тоже реален. Знаете ли, мир оккультного тоже реален. И дьявол, это не только гордость человеческая, как некоторые говорят, или какие-то пороки человеческие. Нет, это реальная личность. Сатана – это реальная личность, и бесы – это реальные личности, отпадшие ангелы, отпадшие духи, вот, которые действительно имеют определенную силу. Вот, значит, и поэтому те, кто носят крестики именно, действительно, вот именно, вот как фетишизм, да, значит, то тогда это большая проблема. Дима пишет Беляков, «Я связываю такой подход, фетишизм в православии среди большинства россиян с попыткой уничтожить религию, а как вследствие регресс до языческого и до языческого мышления». Ну, вообще, страшно, конечно, когда, вот, христианство превращается в языческую религию. Ну, это, к сожалению, так оно и есть, согласен с вами. Вот, брат Анатолий написал перед тем, что он протестант, и у нас крестики не носят. В принципе, в наших церквях, вот, мы православные, и мы тоже крестиков особенно-то не носим. У нас очень мало кто носит крестиков-то. Вот, в наших церквях, реформаторских, православных церквях. Вот, и поэтому, значит, действительно, что, да, спасибо, Николай, пастор верно говорит, пишет. Ну, как скажут, какой пастор бы никак никак не красиво и верно не говорил, важно доверять, доверяй, но проверяй. Поэтому очень важно, чтобы то, что говорит человек, да, пастор или проповедник, чтобы это было действительно сверялось со Словом Божьим. Я уже много раз обжигался на том, что в церквях слишком много разных учений. Знаете ли, в 96-м году я даже это Богу сказал, будучи еще традиционным священником православным, но я сказал ему своими словами такие слова. Я сказал ему, что слишком много в церкви, ну, я имел в виду в нашей православной церкви, много разных учений, много очень противоречивых, взаимоисключающих учений. И я сказал тогда Богу такие слова дальше. Я сказал, что безопаснее для меня доверять Твоему Слову, то есть доверять тому, что Он сказал. Вот, поэтому очень важно, а Бог никогда идолопоклонство не одобряет. Поэтому почитатели крестов, почитатели икон, почитатели мощей, то действительно находятся в очень, ну, серьезной проблеме. «Всяк испытуй, доброго держитесь». Правильно, да, брат Дмитрий, согласен, совершенно верно. Вот, но надо все испытывать и держаться доброго. Божье Слово как раз этому и учит нас с вами христиан. Слава Богу! Вот, и знаете, друзья, сегодня я вот добрым словом вспоминал многих реформаторов. И в Библии в Слове Божьем говорится, что «опоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». А дальше сказано «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». То есть тот же Иисус Христос, что был велик в прежние века, в прежние поколения христиан, сегодня тот же самый Христос, Он здесь, с нами, и самое драгоценное, Он в нас. Знаете, друзья, братья и сестры, и те, кто подключился, и те, кто будет смотреть это потом в записи, ведь суть всего христианства, действительно, веры нашей Христовой, заключается в том, в тех словах, в великом таинстве, в величайшем таинстве, «Христос вас» написано, «упование славы». И это действительно величайшее чудо, чудо всех чудес. Если в Старом Завете, как мы его называем, если во времена Торы, пророков, апостолов, будем так говорить, того времени, апостолов, я имею в виду еще при земной жизни Христа, до крещения Духом Святым, до того, как Дух Святой облег их силой свыше, то действительно, знаете ли, это одна вера, одно качество веры, когда Бог рядом с нами. Но после излияния Духа Святого на апостолов и после сошествия этого Духа на церковь, облегчения силой свыше церкви, вот эти два тысячелетия, время благодати мы еще называем, это совершенно иное качество веры, это уже другая вера, это уже то, что Бог уже не просто рядом с нами, а Он в нас. И когда Иисус родился, то действительно исполнились пророчества, которые говорят, что действительно Эмануэль, то есть Бог в нас. Хотя переводчики синодальные переводят обычно с нами Бог, но буквально перевод говорит нам Эману, значит, внутри нас, растворенный в нас. Об этом я проповедую как раз и в воскресенье тоже буду говорить об этом же как раз. Написано у Николая, что да, это моя мечта, реформация православия. Здорово, ведь моя тетя и папа в большом заблуждении. Ну, любите тетю вашу и папу вашего, благоставляйте, я готов жизнь отдать за эту реформацию. Не, ну, это уже, думаю, зачем? Это совершенно не стоит делать, абсолютно. Вот, значит, знаете ли, дело в том, что за реформацию уже жизнь отдал один за всех, и поэтому мы все за одного. Один за всех уже отдал свою жизнь, это сам Иисус Христос. Вот, сам Иисус Христос Господь, он свою жизнь отдал за реформацию. Но это, в принципе, сложно увидеть действительно смысл в наборе ритуалов, понять, что это не колдовское действие, определенный символический смысл. Просто многие за этими действиями не видят символа. Ну, да, согласен. Увы. Сергей, простите, заходите на мой канал. Да, конечно. Про таинство. А, Дима Беляков пишет про таинство. Да, друзья, к сожалению, этот чат, вот, очень интересные бывают такие публикации. Знаете ли, интересные такие мысли, но, к сожалению, не сохраняется он. Вот так вот. Значит, я пробовал, но он не сохраняется. Оказывается, значит, когда видео обраматывается, то оно выставляется уже как новое видео, получается. Вот эти бы, вот, такие интересные такие размышления бы опубликовать бы вот как раз под видео этим. Ну, ладно. Вот, по поводу таинств, Дмитрий, я с вами совершенно согласен. Очень интересные размышления ваши, на самом деле. Знаете ли, как говорил, по-моему, Кураев Андрей, я не помню сейчас точно, могу ошибиться, но, по-моему, Кураев говорил, что как раз вот те формы, которые, как бы, созидались церковью, да, формировались в церкви, как именно средства явления Бога, они стали, как бы, средствами, как бы, закабаления, что ли, и закрытия Бога, прикрытия. Вот, и это очень страшно, конечно. Знаете ли, благими намерениями такими дорога в ад, получается, устлана. Вот, ведь то, что было создано для того, что, так, люди думали, как, как вот Черномырдин покойный, да, говорил, по-моему, хотели как лучше, да, а получилось вот как, как всегда. Вот так вот. У нас у людей всегда так получается. Вот, поэтому лучше для церкви все-таки держаться Божьего Слова. Поэтому, вот я скажу, у протестантов есть много-много здравого. При всех протестантских, там, их тараканах, вот, есть много здравого, на самом деле, и полезного, и хорошего. И вот, конечно, реформация пять столетий тому назад, она выявила, сама жизнь, будем так говорить, да, пять столетий назад христианская, выявила пять таких векторов, пять направляющих. И вот, настоящая реформация, настоящей реформации, не по-нарошку, а по-настоящему, по-правдушному, не подделка, а истинная, настоящая. И этих пять солос, да, только Писание, только благодать, только вера, только Христос и только Богу слава. Аминь. Вот эти пять только, вот они вот как раз именно были такие вот направляющие. И я думаю, что то, что тогда, пять столетий назад было, вот, как выкрестлено, понимаете, оно, оно настолько стало удивительным, да, ну, солос-скриптура самая первая, да, только Писание. Вот эти пять солос, эти пять только, они и сегодня для христианской церкви, и для каждого отдельно христианина, это действительно панацея такая, от всех наших таких духовных недугов. И на личном уровне христианском, нашей христианской жизни, практической нашей жизни, в наших семьях, в наших домах, в наших общинах, церквях, в наших юрисдикциях, там, и в целом, глобально, в целом в христианстве, будем так говорить. Вот эти пять только. Слава Богу. Да, и вчера, читая Кирилла Лукариса, знаете ли, я думаю, что очень, вот, как раз, значит, как раз иллюстрирует хорошо. Есть такой отец из заграничной церкви, Яков Кротов. Если слышали, что можете сказать о нем, весьма интересный дядя. Не, ну да, я могу сказать, что интересный очень человек. Я очень часто рекомендую всем, значит, как раз его библиотеку. Зайдите в интернете библиотека Якова Кротова, наберите и попадете. Там есть даже мои некоторые, оказывается, работы, интересно так. Вот, Яков Кротов, большой умница, молодец, конечно, он собирает огромную библиотеку электронную, множество разных христианских таких вот размышлений, католических, православных, протестантских проповедей, учений, книг интересных таких. Там и даже Александра Борисова я нашел, значит, там и много-много интересного. Слава Богу. Да, интересный брат. Лично, к сожалению, не знаком еще. Вот, мы списывались, я уже намеревался к ним приехать там на служение, значит, но, к сожалению, так и не получилось. Надеюсь, уже, ну, вот, все-таки, вот, может, уже, не знаю, в декабре, может, или уже в 2018-м, в следующем уже, все-таки мы с ним познакомимся лично. Вот, слава Богу. Пока могу сказать, что, слава Богу, люди в разных конфессиях, в разных динаминациях трудятся, работают, учатся. Слава Богу. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. В воскресенье, кто будет в Киеве, приходите на служение. Наше служение станции Метрокловская, арендованное помещение, своего храма пока у нас нет, к сожалению. Молитесь тоже об этом, братья, хорошо, поддержите нас в молитве. Вот, еще нужно свое помещение, ну, в идеале храм, конечно, или просто помещение, даже, может быть, в полную аренду, но чтобы можно было переоборудовать его под храм его. Вот, очень важно сегодня это иметь, место для собрания таких постоянных. А пока мы арендуем помещение возле станции Метрокловская, это Леонида Первомайского 6, это предприятие УТОС. Да, с 9 утра у нас служение. И, напоминаю, телефон, с Украины кто, то можете послужить финансово, положив деньги, финансы, значит, гривны ваши на этот номер. Потому что, слава богу, зовут Киевстар, продвинутая компания такая, мобильная, значит, здесь в Украине, которая предоставляет возможность деньги, ну, эту карточку использовать и как банковскую своеобразную карточку. То есть, выложите с любой точки Украины деньги на Киевстаровский номер этот, вот. И с помощью новой пошты я об наличии получаю их на руки. Сегодня уже утром 50 гривен кто-то положил, перед прямой трансляцией еще 100 гривен кто-то положил. Слава богу за этих братьев, сестер, кто также не только молитвами, но и финансами участвует в служении. С Россией можно, конечно, благоставлять брат Николай, значит, под всеми видео есть там, как говорится, все там пароли, явки, адреса. То есть, все, как это можно сделать. Сбербанковская карточка, там указано, там номер карточки указан, моей личной российской сбербанковской карточки указана, кстати. Вот. Вот так. А номер телефона в Украине 096-96-266-75. Еще раз повторяю, 096-96-266-75. Вот так вот. Да, до новых встреч, дорогие друзья. Благоставляю всех вас во имя Господне. Благоставляю именем Иисуса Христа, благословением священников. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу. Да, из города Киева, Киевской архиепископии, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Архиепископ Сергей Жрублев. Аминь. Благоставляю вас. Да, есть и МТС, да. Там указан как раз номер МТС. Все хорошо. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья. До встречи и на земле, и на небесах. Ну и в эфирах тоже увидимся еще. Благоставляю вас, мир вам и вашим домам, вашим семьям, родным и ближним. Слава Богу. Аллилуйя.